Рок-хроники Что-то с памятью моей стало То, что было не со мной, но волн Восьмое марта В далеком 62-м году в этот международный, но неизвестный в Англии, женский день Битлз впервые выступили по радио Би-Би-Си в программе Teenagers 10 Очередь подростков, исполнив песню Роя Орбисона «Dream Baby» В 71-м году в Южном Вьетнаме радио Ханой передало для американских солдат Первую рок-программу с музыкой Джимми Хендрикса Музыка эта, надо сказать, военно-патриотическим содержанием не отличалась никогда И кто знает, быть может, даже способствовала пробуждению сознания американских солдат Спросивших у себя однажды А что мы делаем здесь, на чужой земле? 9 марта В 72-м году менеджер Аллен Клайн вручил чрезвычайному фонду помощи детям при ООН Первый чек на 1 миллион 200 тысяч долларов Доходы от организованного Джорджем Харрисоном концерта помощи Бангладеш 10 марта За год до этого события в 71-м году по решению суда в Лондоне Тот же Аллен Клайн был отстранен от ведения финансовых дел Битлз 11 марта Страховая компания в Сан-Франциско выплатила по решению суда менеджеру покойной певицы Джанис Джоплин Страховку в 112 тысяч долларов Поскольку на суде спустя месяц после смерти певицы Было доказано, что умерла она в результате несчастного случая А не из-за самоубийства Джоплин умерла от повышенной дозы снотворного 12 марта В 69-м году в этот день состоялась свадьба женись Бахпола Маккартни и Линды Истман И в тот же самый день Джордж Харрисон и его жена Пати были арестованы в своем доме Якобы за хранение 120 папиросок с коноплей индийской Харрисон заявил, что дело было сфабриковано И что с обыском приехали к нему как раз перед свадебной церемонией Маккартни На этом выпуск Рокхроники заканчиваем И как я говорил на прошлой неделе Переходим к вашим письмам Разобраться с которыми тогда полностью не удалось Вот в частности письмо от любителей рока из города Белгорода Прилетевшее с вашего материка Как поется в песне с пересадкой Письмо обстоятельное На четырех страницах мелким почерком В нем масса наболевших вопросов И оно по-моему требует особого внимания Но пока немного музыки Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok За те 10-12 лет, что я увлекаюсь этой музыкой У меня естественно выработались свои симпатии и антипатии Произошел, как говорится, естественный отбор того, что мне ближе За это время возникло много частных вопросов Ответов на которые я нигде не найду Вернее, не я, а мы Потому что не один же я такой любитель У нас тут своя теплая компания Из шести человек То есть для споров и разговоров Простор большой А рок-приятелей и того больше В родном Белгороде, в Харькове, в Москве, в Ленинграде И то есть Ну вот на эти вопросы ответов не найдешь Хоть удавись Так что вся надежда только на тебя Я думаю, что это будет интересно И для всех остальных твоих слушателей Поскольку я уверен, что на 99% это рокеры Как 15-ти, так и 30-ти летние А другой контингент тебя и не слушает Случайный человек бодрствовать до 12 ночи не будет Что он, с ума сошел, что ли? Тут несколько лет назад Двое из нашей компании Вели дискотеку в Доме культуры железнодорожников И чтобы узнать вкусы молодежи Провели анкетирование в нескольких ПТУ, техникумах и в институте Так вот, на первом месте среди групп оказалась Юрая Хип А было это в 78-м году, то есть в период всемирной диско-истерии Мне, как фанатику этой группы, такой факт был, как масляный блин по сердцу А еще тут уж совсем недавно Друг мой, Володя, по делам купли-продажи-обмена дисков Прошелся по музыкальной зелени от 13 до 20 лет Так он просто обалдел Пришел и рассказывает Я ему предлагаю Вот Аба последняя, вот Адам с муравьями А он мне А третьей пластинки Дорс у тебя нет? В другом месте Дип Пепл 69-го года, апрель, просит А одному молодому Так вообще подавай группу Вор Хорс И пластинку Винсента Фурние Школьные каникулы Видишь, даже имя настоящее знает Я, говорит, за ней уже три года гоняюсь Вот тебе и музыкальная зелень Вот тебе и новая волна Поговорили мы с компанией и пришли к выводу, что наши вкусы и запросы точнее и правильнее, чем на Западе Там многое решает мода, которую навязывают, удачная реклама, которую делают, да просто то, что подросткам нужны кумиры своего возраста А к нам приходят только пластинки, а на них музыка и все По этому критерию и судят, а ведь это главное Самое яркое подтверждение то, что в Союзе никогда не пользовались широкой популярностью Роллинг Стоунс А все это я веду к тому, что ты, Сева, в последнее время рокеров стала бежать Все больше и больше в твоих передачах всяких электронных извращенцев вроде Soft Cell А когда начнешь крутить ваш гнусявый британский список, я выключаю свой вэв и ложусь спать Мода модой, но слушают у тебя любители рока, а его при всех условиях еще достаточно в британском королевстве Посмотри, какие классные передачи делает ваш же Томми Бенц с его рок-салатом Ну ладно, теперь перехожу к главному, к вопросу Первый. Куда этот самый рок-салат делся? BBC передавала его по понедельникам в 18.30 и в 24.30 А потом повторяла не то в среду, не то в четверг днем И вдруг, с полгода назад, как отрубила Разъясни, пожалуйста Разъясняю Рок-салат, или по-английски рок-салад, по-прежнему передается Его по-прежнему ведет Томми Бенц Но время передач перенесено теперь на вторник и среду Эта получасовая программа передается во вторник в 13.30 по московскому времени И повторяется в ночь на среду в 00.30 и вечером в среду в 19.15 Кроме того, есть еще три рок-программы Диск жокей Джон Пилл, который передает самые новинки, самый, так сказать, писк моды Имеет полчаса эфира в понедельник в 17.30 Во вторник в 6.30 утра перед побудкой и в четверг в 11.30 утра Бородатый весельчак Дэйвли и Трэвис ведет свою программу поп-новостей, интервью и заявок Во вторник в 16.45, в среду в 3.30 ночи и в четверг в 23.30 Передача называется Джоли Гудшоу И, наконец, программа Топ Твенти, или по-нашему британский список Она передается в среду в 21.30 и повторяется в четверг в 2.30 ночи и в 15.15 Время передач московское Итак, кто не успел записать, даю график, но теперь в хронологической последовательности Понедельник в 17.30 Джон Пилл Вторник в 6.30 утра Джон Пилл 13.30 Рок Салат 16.45 Джоли Гудшоу Среда 00.30 Рок Салат 3.30 утра Джоли Гудшоу 19.15 Рок Салат 21.30 Топ Твенти Четверг 2.30 утра Топ Твенти 11.30 Джон Пилл 15.15 Топ Твенти 23.30 Джоли Гудшоу Слушайте на здоровье Но вернемся к письму Теперь ряд вопросов о моей группе любимой Юрая Хип В 76-м году от них ушел Байрон В 77-м у него вышел диск А вот что потом, я не знаю Если можно, прокрути что-то из последнего Дэвид Байрон действительно ушел из группы Юрая Хип В июле 76-го года Но первая его сольная пластинка Take No Prisoner С пленных не брать Вышла на фирме Бронз еще в 75-м году Его последующая пластинка Baby Faced Killer Убийца с детским лицом Была выпущена фирмой Арестой В 78-м году И вот в позапрошлом, в 81-м Вышел новый альбом On the Rocks Выпущенный лондонской фирмой Creole Одну композицию с этого альбома Под названием Start Believing Начинай верить, мы уже проиграли А теперь послушаем другую Она называется Bad Girl Дрянная девчонка I want a bad girl To hold me tight I want a bad girl To share my life Don't need a cheese I'm gonna breathe Everywhere Just leave a wait Cause if you'll stay You'll get your day Don't want a shy girl Just waste a million times Got to say goodbye girl Take the best one in line There's always more There's always more There's always more I want a taste of money And if you ain't fine Don't waste my time I ain't being funny Bad Girl Дрянная девчонка С пластинки Дэвида Байрон Бэнд On the Rocks Но вернемся к письму Николай пишет дальше Следующий вокалист Юрая Хип Джон Лоутон Мне тоже очень нравится Где он пел до Хипа Где он поет сейчас Если можно и послушать бы Джон Лоутон С 71 по 76 год Пел в группе Lucifer's Friend Друг Люцифера Группа эта С его уходом Не распалась И продолжает выпускать Пластинки Но только не у себя На родине Где тяжелый металл Выпускают металлурги Лишь самой высокой Квалификации А за границей В Германии Нет Джона Лоутона И в группе Юрая Хип Где он Честно говоря Не знаю Запевала в Юрая Хип Сейчас Пита Голби До этого Он был в группе Трапеция Выпускавшей пластинки В Соединенных Штатах На фирме Бронз Мне сообщили Что Юрая Хип Закончили запись Нового альбома Который выйдет В продажу В конце мая Поэтому Послушать этот альбом Мы пока не можем Во время разговора Я со своей стороны Сообщил товарищам Из бронзы Что Юрая Хип На одной шестой части Земной суши По прежнему Популярны Чем думаю Доставил им Пару приятных секунд Посудите сами Музыкальная критика Принялась Сравнивать группу Юрая Хип С землей Чуть ли не С появления Первых записей Упрекая их Во всех Музгрехах В безвкусице Мужеланстве Пошлости Отсутствие оригинальности И так далее И тому подобное И только поддержка Простых людей Во всем мире Служила группе Моральной А порой И финансовой Опорой Итак Последних записей Пока нет Но есть сравнительно Недавний альбом Юрая Хип Под названием Абоминог Композицию С которого Под названием Онде Рибаунд Мы и послушаем Музгрех Музгрех Их последний альбом Абоминог Но вернемся К нашему письму Николай пишет Теперь вопросы О другой моей Любимой группе О Кинг Кримсон Кстати Познакомил меня С ней ты Большой тебе за это Сенькью Свери Мач Первый вопрос Такой Есть ли у группы Диск под названием The Young Person's Guide To King Crimson Если есть Что это за диск Когда вышел Вопрос второй В каком году Вышел их диск Лизардс И кто там играл И пел Отвечаю Есть такой диск Альбом The Young Person's Guide To King Crimson Путеводитель молодежи По King Crimson Впервые был выпущен Фирмой Island В 75-м году Потом переездан Фирмой Polydor В 77-м Пластинка Lizards Ящерицы Выходила тоже два раза В 70-м и 71-м году На фирме Island И позже была переездана Polydor Пел на ней Джон Андерсон Из группы Yes Он был приглашен Только на запись Кифф Типпет Играл на клавишных Бордон Хаскел Играл на басу И пел Он впоследствии Стал основным певцом А кроме того В записи пластинки Принимало участие Множество приглашенных музыкантов Перечислять которых Пожалуй Сейчас смысла не имеет Как вы уже догадались Письмо ребят из Белгорода Состоит в основном Из вопросов И ответить на все эти вопросы Я сегодня в одной передаче Вряд ли смогу Поэтому мы еще вернемся К этому письму В будущих программах А сейчас давайте послушаем Композицию С последнего альбома King Crimson Дисциплина 81-го года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Альбом дисциплина Гуппа King Crimson Запись 81-го года Композиция под названием Matt could decide Перевести Которое я не в состоянии Следующее письмо Адресовано собственно Не мне и даже не этой программе Да и попало оно ко мне Кружным путем Тем не менее Прочесть его вслух Думаю можно Поскольку письмо это Открытое Оно так называется Открытое обращение Президиуму Верховного Совета СССР Открытое обращение Мы Музыкальная христианская группа Трубный зов Которая организована в городе Ленинграде Перед лицом всемогущего Бога И по его святой воле Просим вашего официального разрешения Открыто выступать С религиозно-музыкальной программой В концертных залах нашей страны Программа Которую мы вам предлагаем Является чисто религиозной И не связана ни с какой политической И антигосударственной деятельностью Ее цель Дать высокое нравственное сознание Каждому человеку Живи здесь на земле Отдавая всего себя на благо народа А также получить вечную жизнь Через спасение В Иисусе Христе Сыне Божьем А всякий уверовавший во Христа Становится полезным человеком для общества В чем наша страна особо нуждается Эту программу мы записывали неофициально Опасаясь преследований Вопреки Конституции Но мы верим, что вы не против верующих И в частности нашей группы Так как мы стоим за любовь За справедливость И за мир во всем мире Это обращение мы отправляем вам по почте Но имея сомнения Дойдет ли оно до вас Мы решили его сделать открытым Итак, заканчивая это письмо Мы надеемся, что вы удовлетворите нашу просьбу С уважением к вам Группа Трубный Зов Представители группы Трубный Зов Валерий Баринов Проживающий в городе Ленинграде Проспект Художников Дом 9 Корпус 2 Квартира 74 Сергей Тимохин Проживающий в городе Ленинграде Проспект Энтузиастов Дом 30 Корпус 2 Квартира 268 17 января 1983 года Копии этого обращения посланы К лидерам современного христианства всего мира В Кестон Колледж, город Лондон В Организацию Объединенных Наций И другие международные влиятельные организации Баринов Валерий 17 января 1983 года Мне удалось получить также и кассету С записью музыки Трубного Зова Поэтому давайте послушаем одну из их песен Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка И на сегодня С новой силой звучит Субтитры создавал DimaTorzok Группа «Трубный зов» из Ленинграда. Судя по второму документу группы, также направленному в Президиум Верховного Совета, их открытые заявления даром двум ленинградским паренькам не прошло. Впрочем, заявление говорит само за себя. Заявление Президиуму Верховного Совета СССР. Вставлю вас в известность, что 24 января 1983 года я, баринов Валерий Александрович, с моим другом Сергеем Тимохиным решили отправиться в город Москву ночным поездом с Московского вокзала. Без всякой на то причины нас арестовали в 23 часа 20 минут и привели в отделение милиции Московского вокзала. Причину нашего незаконного ареста нам не объясняли. Но напротив, моему другу приказали выложить все из карманов на стол и стали его обыскивать. У меня же один милиционер сам стал вытаскивать все из моих карманов. Причем командовал всем этим «парадом». Один человек в штатском, так и не назвав своего имени, и в присутствии двух понятых и около десятка сотрудников милиции. Этот в штатском, очевидно, сотрудник КГБ, начал на нас лить какую-то грязь перед всеми и, мало того, продержал нас до двух часов ночи, говоря, что дня через два он будет говорить с нами в другом месте и в другом тоне. И выгнал нас, запретив ехать куда-либо из Ленинграда и изъяв, то есть не вернув нам, десять писем и две магнитофонные кассеты, а также одну кассету моему другу. Копию этого письма я отсылаю в Кестон Колледж и в Организацию Объединенных Наций. Комментарий тут, как говорится, излишний. Мне хотелось бы прочесть несколько строк из Нового Завета Библии. Евангелие от Луки, глава 10, стих 1-3. После сего избрал Господь учеников и послал их подво, пред лицем своим, во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Градья, тетки, на склянке, поправьте свечебники твои. Идет Христос, не воскрешайте, послали все свои жених. Полный вертал это, прославьте Спасителя в реках. Идет Христос, не воскрешайте, послали все свои жених. Идите, Господь, Господь, гряди, скорей, скорей приди. Тебя Господь, гряди, Господь, гряди. Субтитры создавал DimaTorzok